Во что я релищно верю, что долларовым миллионером может стать абсолютно каждый из нас. Я это верю, я это доказываю своими действиями, своими поступками и хочу, чтобы вы тоже сами поверили в себя. Конкретные кейсы из моей практики, из моей жизни, что называется, как в свое время Роман Карцев рассказывал, вчера были раки большие, но по 5 рублей, сегодня маленькие, но по 3. Я могу рассказать свои кейсы, на основе которых, которые и сподвигли в принципе меня погружаться в этот вопрос более глубоко, разработать систему. То, что было конкретно в моей практике, то есть то, что мною лично было не сделано, потому что не было системы. И исключительно практик, это та самая ситуация, когда сапожник в сапогах, то есть не то, что рассказывает эфемерно, а то, через что прошел и пережил сам. Поэтому мне хочется привести примеры, да, они действительно, я не все примеры привожу, то есть всего будет 3 примера, кто-то скажет, что они не совсем корректные, эти примеры приводить, что приведите примеры на других каких-то компаниях, они тоже есть, просто те примеры, которые приведут, они были для меня самые больные, они были для меня самые болезненные, то есть это то, что я не сделал, не уговорил маму, да, то есть мама смогла бы сейчас спокойно иметь пассивный доход порядка 150-200 тысяч рублей в месяц, да, то есть она бы просто могла там иметь эту доходность. У меня были клиенты, которые могли 300 тысяч долларов превратить практически в 2,5 миллиона долларов, да, за 10 дней, за 10 лет, за 10 дней сказал. И вот этими примерами хочется поделиться. Итак, первый пример, вот мои раки по 5 рублей, это история 2008 года, да, то есть это у нас была очень схожая ситуация, которую мы наблюдаем в настоящий момент. 2008 год, кризис, банкротство Лемон Бразерс, американские рынки падают, российский рынок тоже падает, падают цены на нефть, август месяц, соответственно, в августе месяце акции Сбербанка падают со 100 рублей до 50 рублей. В этот период я прихожу к маме и говорю, слушай, мам, вот смотри, вот есть акция Сбербанка, ты там хранишь деньги, давай мне такое предложение. Когда я жил в кредит, тогда собственных денег значительных не было, я говорю, давай вот мы заложим ипотеку, верно, под залог квартиры возьмем ипотеку, 2,5 миллиона рублей положим в акции Сбербанка, они снова вырастут там в течение 2-3 лет до 100 рублей с 50, да, мы там 2,5 миллиона рублей заработаем, классно, классно, давай сделаем. Мама, соответственно, от этого отказалась. Если говорить о том, во что бы это могло превратиться, то есть превратиться это могло бы как минимум в ноябре, акции Сбербанка с 50 рублей, ребята, упали до, вернее не в ноябре, а в январе 2009 года акции стоили по 15-17 рублей, а я хотел купить по 50, но я по 50 не купил. Если бы тогда, несмотря на коррекцию начала 2009 года, мы просто купили бы по 50 рублей, то в настоящий момент наши инвестиции бы составили в начале 2020 года 13 практически миллионов рублей, на сегодня стоимость акций составила бы 11 миллионов рублей. То есть каждые вложенные 2,5 миллиона рублей, даже если бы мы по нему платили кредит ипотечный, я бы лично платил ипотечный кредит, сейчас бы стоимость данных акций составила 11 миллионов рублей, то есть 2,5 превратились в 11. Ожидаемая дивидендная доходность на уровне 9 процентов акций Сбербанка, которые вот все ждут дивиденды в этой осени. То есть мы получили только 2 миллиона рублей дивидендов по итогам 2019 года. И это, соответственно, порядка 200, ну там чуть меньше, да, 200 тысяч рублей пассивного денежного потока. Одна сделка, которая не была проведена, которая не была сделана. Это вот первый мой такой очень большой болезненный рак по 5 рублей, да, который вот близок логоть, да не укусишь его. То есть я тогда не смог убедить маму пойти на это действие. Вторая история тоже касается акций Сбербанка. Просто было продолжение, потому что в октябре 2008 года меня перевели из Казани, где я начинал работу в Воронеж. Надо было поднимать филиал. Я был одним из лучших продавцов региональной сети. Соответственно, в ноябре 2008 года, в самый разгар кризиса, у нас было открытие филиала. В конце 2008, начале 2009 года у меня стояла задача встретиться со всеми топ-менеджерами, собственниками, депутатами, состоятельными лицами Воронежской области, центрально-черноземного региона даже, не только Воронежской области, и предложить услуги инвестиционной компании «Тройка Диалов». И тогда это был январь 2009 года. Как раз таки я встречался с очень и очень известным человеком в Воронеже. Даже это не человек, а это партнеры. Их знают всегда как два человека. И прихожу и рассказываю. Вот смотрите, я сам чуть не купил акции по 50 рублей. Да, они сейчас стоят вообще 15-17 рублей. То есть вот смотрите, если взять весь Сбербанк, продать все, чем он владеет по текущей балансовой стоимости, вычесть оттуда все обязательства банка, расплатиться со всеми кредиторами, то в этом случае каждому акционеру достанется 37 рублей от активов банка. А акция стоит 17 рублей. То есть в данном случае вы не рискуете как инвестор, потому что даже если будет банкротство банка, и нужно будет выплатить все обязательства, которые есть у банка перед всеми физическими, юридическими лицами, то есть вот все-все обязательства погасить, у вас все равно на каждый вложенный рубль останется там 2,5 рубля денег. То есть это очень хорошая сделка, причем еще год назад одна акция стоила 100 рублей. То есть если она снова будет стоить 100 рублей, вы же сколько сможете заработать. Я рассказываю одному человеку, сидит его партнер и говорит, Максим, слушай, вот у меня открыт счет в Сбербанке. Мы в Сбербанке, в принципе, обслуживаемся. Вот у меня там рублевый эквивалент 300 тысяч долларов. Ты даешь гарантию, что завтра акции Сбербанка не будет 5 рублей? Я говорю, нет, я такую гарантию дать не могу. Человек, соответственно, не купил тогда. После этого мы каждый квартал с ним встречались. Следующая встреча была через 3 месяца, там по ЦРМ необходимо было встречаться, обновляться. Акция стоила уже порядка, то есть она отскочила, стоила порядка 35 рублей, 37. На что он сказал, слушай, ну она уже стоит 35-37, то есть здесь вот эти вот присутствуют все-таки риски банкротства, что если банка банкротится, то в этом случае мне ничего не достанется. Я говорю, но он же может стоить и 50, он же может стоить и 100 снова. Человек опять не купил. Мы снова через квартал встречаемся, а акция стоит уже 60 рублей. На что он говорит, смысл какой покупать по 60, если я не купил по 17. И последняя наша встреча, когда человек полностью отказался от общения, он сказал, молодой человек, мне просто неудобно, да, то есть когда акция стоила уже по 80 рублей к концу 2009 года, на что он сказал, я не буду встречаться, вот когда снова акция будет стоить там 15-17 рублей, возвращайтесь ко мне, я готов буду вернуться к этому диалогу, то есть поезд в принципе ушел. При этом получается сейчас, на начало 2020 года стоимость данного портфеля, если бы он 300 тысяч долларов вложил в акции Сбербанка, составила бы 215 миллионов рублей. Сегодняшние котировки, да, по сегодняшним параметрам, то есть после коррекции, которая произошла, все равно было бы 181 миллион, что в долларовом эквиваленте составляет 2,3 миллиона долларов. В принципе прошло 12 лет. Вот такая болезненная история, лично моя, из моей практики, я понял свои ошибки, то есть что мне не позволяло тогда это сделать. Из разряда предугадать рынок никто не может, да, то есть предсказать рынок никто не может, но при этом вы можете в принципе понимать одну простую вещь, да, что есть компания ExxonMobil в настоящий момент, да, которая там глобально диверсифицированная, которая по-прежнему производит нефть, активно идет вопрос зеленой энергетики, у которой дивидендная доходность 9% в долларах сейчас в настоящий момент, и она упала там на 50%. То есть даже, если я гипотетически буду ждать восстановления к ее уровням, с которых она начала падать, то в принципе я за 5 лет заработаю 100%. Так помимо всего прочего за 5 лет мне еще будут выплачены дивиденды из ставки 9%, то есть получается 100% курсовая разница плюс 9 на 5, 45, получается еще 45% я получу дивидендов, то есть 150% в валюте. Давайте в заключение самая вот бомбическая история, которая, это Иван Ковалев, это человек, которого я называю своим учителем, человек очень спокойный, фундаментально мыслящий, человек, который в 1998 году сделал только одно лишь действие, которое привело его к долларовому миллионеру. И вот ход его мысли, ход его рассуждения, откуда это взялось. Эта история позволила привлечь клиентам, в том числе в «Тройку диалог» на десятки, если не сотни миллионов долларов. Что это за история? История заключается в следующем. 1998 год, Иван уже с 1997 года работает в «Тройке диалог», является руководителем ростовского филиала компании. Соответственно, в начале года он продает всем известное ГКО. Сейчас это называется ОФЗ – государственные казначейские облигации. Продает и покупает доллары. У него есть инвестиционный портфель из акций. И весной 1998 года он женится. Буквально за месяц до свадьбы сестра жены тоже выходит замуж. То есть сестры с небольшой разницей вышли замуж. В июне или в июле 1998 года, соответственно, сестра супруги уезжает в свадебное путешествие в Турцию. Жена ждет, у нее тоже будет свадебное путешествие в Турцию. В августе 1998 года они с Иваном собираются. Она выбирает вот этот вот пакет для молодоженов, которые поехать. Ну, тут у нас происходит кризис. Россия отказывается платить. Фондовый рынок российский уходит в Пекине посредственно. На 90 процентов происходит падение рынка акций. Ивана, естественно, никуда не пускают, потому что с клиентами нужно общаться. Соответственно, вот эти вот пожары непосредственно тушат, да, то есть общаются с клиентами. Ноябрь 1998 года. В 12 часов ночи Иван приходит домой к супруге и говорит, слушай, мы, конечно, должны были поехать в свадебное путешествие, но сейчас все доллары, которые нам подарили и доллары, которые есть у нас сейчас, мы вложим в акцию «Газпрома». Акция «Газпрома» для понимания стоила 3 рубля 50 копеек. Ну, жена, естественно, в крик. Развод и девичья фамилия. Как же свадебное путешествие, на что Ваня в свойственной ему манере, спокойной, логичной, обстоятельной, объясняет очень простую вещь. Сейчас «Газпром», весь «Газпром» в России стоит 200 миллионов долларов. Microsoft стоит 100 миллиардов долларов. То есть компания, которая принадлежит более 35-40% разведанных, доказанных запасов газа, стоит 2% от компании, которая производит программу Microsoft Windows и Microsoft Office на тот момент. Но еще, для большего понимания, 200 миллионов долларов, 2 триллиона долларов капитализация Apple в настоящий момент. То есть 200 миллионов долларов, это получается, если приравнивать к текущей капитализации Apple, это составляет 0,1%, а цены Apple стоил весь «Газпром». Соответственно, Иван купил тогда акции «Газпрома» по 3 рубля 50 копеек. Сейчас «Газпром» выплачивает более 10 рублей дивидендов на каждую вложенную акцию. Я не знаю, сколько, то есть Иван никогда не говорил, какую сумму он, в принципе, проинвестировал в данную историю. Но если предположить, что он проинвестировал 5 тысяч долларов, то в этом случае сейчас каждые 5 тысяч долларов инвестиций в акции «Газпрома» Ивану принесли 11 миллионов рублей. Если посчитать 5 тысяч долларов по курсу 6, это получается 30 тысяч рублей. То есть что из себя представляют 5 тысяч долларов, ну то есть я здесь привел 100 тысяч рублей после деноминации. Окей, давайте предположим, что они получились после девальвации, да, когда доллар был там по 24, 20, 21 рублю. Так что такое 100 тысяч рублей в ноябре 98 года? Это 30 тысяч рублей в ценах 98 года, это 10 тысяч пачек сигарет Петр Первый, это машина ВАЗ-2109, это 7 квадратных метров жилья в Москве. И знаю, что Иван уже тогда работал. То есть я когда эту историю услышал, а я учился продажам, и он продавал руководителю Ростов-регион газа, он просто рассказал ему эту историю. Тот пришел на следующий день и открыл брокерский счет, потому что он как бы сказал, что с Иваном можно на эту тему разговаривать, можно общаться, он сделает ему капитал. Иван по-прежнему занимается своим любимым делом, он по-прежнему рассказывает эти истории только уже богатым людям города Москвы. Как я уже говорил, это человек, который в Сбербанке первым отвечает за всю Москву и передает свой опыт вот инвестиционным консультантом, который консультирует людей с активами от 6 миллионов рублей, по-моему, нужно иметь активов в Сбербанке первом в Москве, чтобы иметь, ну, чтобы находиться на обслуживании в Сбербанке первом по инвестиционным счетам. Вот такая вот история, друзья, это вот, вот, вот они мои раки по 5 рублей. То есть какие выводы я сделал для себя? Я не использовал возможности, я тогда не уговорил маму, я тогда не уговорил клиента. И все это происходило, потому что я не действовал по системе, потому что это действительно было то, как думает ваш мозг сейчас. Это политические риски, тогда была другая ситуация, тогда цены на нефть росли, тогда Путин только пришел, тогда никакого Трампа не было, торговых войн не было, кризисы в экономике не было, ковида не было. То есть получается, когда у вас нет системы, по которой вы можете действовать, которая тестирована, то в этом случае вы находитесь постоянно в сомнениях.